25 мая 1961 года президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди повел нацию к новому рубежу, Луне. Президент Линдон Джонсон продолжил это лидерство. И более 100 ученых инженеров и техников под руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Завершили полеты одного человека в рамках проекта Меркурий и полеты двух человек в рамках проекта Джемини. Следующим будет проект Аполлон. В недалеком будущем этот 364-футовый гигант отправит трех американцев в историческое путешествие в космос, на Луну и снова домой на Землю. Обеспечив Соединенным Штатам оперативный потенциал для пилотируемого освоения космоса. Профиль лунной миссии Соединенных Штатов требует отделения первой ступени Сатурна-Ви от второй ступени Сатурна-Ви примерно в 38 милях над Землей. Зажигание пяти двигателей, работающих на жидком водороде, даст более 1 миллиона фунтов тяги и поднимет ракету-носитель и ее космический корабль Аполлон на высоту около 110 миль и скорость более 15 миль в час. Время разгона второй ступени Сатурна-5 составит примерно 6,5 минут. Ракета-носитель второй ступени Сатурн-Североамериканской авиации состоит в основном из 266-галлонного бака с жидким водородом, 81,5-галлонного бака с жидким кислородом и пяти мощных двигателей. Дизайнерский и технический прогресс по последнему слову техники был достигнут благодаря изготовлению специально изолированной общей переборки, необходимой для разделения жидкого водорода и кислорода с разной температурой. Жидкий водород должен поддерживаться на уровне 423 градусов, в то время как жидкий кислород должен поддерживаться на уровне 297 градусов. Окончательная сборка второй ступени Сатурна выполняется в Силбич, Калифорния, где образовавшиеся при взрыве сегменты запекшейся крови соединяются меридиональными сварными швами, образуя каждую законченную переборку. Общая переборка изолирована слоем фенольной сотовой сердцевины, в то время как передняя переборка покрыта слоем изоляции, заполненной пеной. Стенки цилиндроводородного бака изготовлены из четверти панели из обработанного и сформованного тормозом алюминиевого сплава, скреплены изоляцией, заполненной пеной. Затем соединены вертикальными сварными швами, образуя цилиндры бака, узлы ступени, цилиндры стенок бака, переборки бака, секции юбки, тяговые конструкции и двигатели соединены, мальчик, сказал он. В здании вертикальной сборки. Контейнеры, электрические жгуты и системные линии установлены. После окончательной сборки каждая система проходит индивидуальную проверку перед интеграцией. При тестировании всех систем ракета-носитель подвергается моделированию условий эксплуатации перед запуском. Док десантного корабля, модифицированный для перевозки больших ускорителей, транспортирует ракету-носитель из Калифорнии через Панамский канал на испытательный комплекс НАСА в Миссисипи, где ступень устанавливается на испытательный стенд для дополнительного комплексного тестирования систем и оборудования в статических условиях стрельбы. Полная тяга этой второй ступени Saturn V была достигнута за 6,5 минут, необходимое время разгона для лунной миссии Аполлон. Эта ступень сейчас доставлена в Космический центр Кеннеди во Флориде в рамках подготовки к первому запуску Сатурна V. Кульминация серии околоземных орбитальных миссий. Конечная цель проекта Аполлон – высадить людей на Луну и обеспечить их безопасное возвращение на Землю. Миссия, которая обеспечит Соединенным Штатам оперативный потенциал для пилотируемого освоения космоса. При запуске космический корабль Аполлон состоит из системы аварийного выхода, командного модуля, сервисного модуля и адаптера космического корабля, в котором размещается лунный модуль и крепится космический корабль к ракете-носителю Сатурн V. Система аварийного выхода жизненно важная для безопасности экипажа в случае аварии на стартовой площадке или суборбитального прерывания. Использует ракетные двигатели, разделительные устройства и автоматические секвенсоры для защиты экипажа в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В командном модуле находится летный экипаж и оборудование, необходимое для управления и мониторинга всех систем командного и служебного модулей космического корабля. В служебном модуле находится топливый двигатель для создания тяги, необходимый для направления курса и больших изменений скорости космического корабля после отделения ракеты-носителя. Он также обеспечивает другие жизненно важные системы для поддержки астронавтов во время длительного лунного полета. Расположенный в Дауне, штат Калифорния, североамериканское подразделение космических и информационных систем авиации получило основной контракт на командные и сервисные модули космического корабля NASA Apollo в декабре 1961 года. Разработка космического корабля для транспортировки и защиты человека во враждебной космической среде включала совершенно новые концепции проектирования материалов, топлива, методов и процедур производства. Космический корабль Apollo был бы самым совершенным устройством когда-либо управляемым человеком, выдерживающим температуру от 150 градусов до более чем 5000 градусов во время входа в атмосферу. Космический корабль должен был бы выдерживать интенсивные нагрузки при запуске, защищать от радиации метеоритов во время полета в космосе, обеспечивать системы управления, которые позволили бы человеку выполнять обязанности, требуемые такой миссией. Тысячи компаний по всей территории Соединенных Штатов откликнулись на достижение национальной цели. Ученые, инженеры и техники объединили усилия, и проект Apollo начался. Были выкованы новые металлы, разработаны новые технологии сварки, созданы новые процессы химического травления. Появились новые изоляционные материалы, были разработаны новые методы контроля. Новый космический корабль положил начало новой эре для науки и промышленности. Служебный модуль требовал новых систем, новых баков для хранения гипергаллического топлива, двигателя для обеспечения тяги. Он был собран в самой большой чистой комнате в мире. Компоненты, конструкции, двигатели и системы, объединенные с пакетами сборки электронного управления MAN, были подвергнуты экологическим испытаниям, чтобы доказать стабильность и качество. Коммуникационное оборудование было проверено и оценено. Были испытаны топливные элементы, обеспечивающие электроэнергией и питьевой водой астронавтов. Двигатели управления реакцией были запущены в смоделированных космических условиях. Основной двигатель служебного модуля был проверен в ходе процедур запуска-запуска, выключения и перезапуска. Инженеры системы экипажа протестировали кушетки экипажа с регулируемыми подголовниками, подонами сидений, подставками для ног и ремнями безопасности. Были оценены наборы инструментов в полете. Были сделаны зеркала для улучшения обзора интерьера и экстерьера. Были протестированы центровочные прицелы, помогающие ориентироваться во время маневров стыковки в космосе. Система аварийного выхода из старта прошла серию испытаний. В финале при наихудших возможных условиях система сработала успешно. Система приземления на Землю, использующая три основных парашюта, была рассчитана на человека. Были проведены испытания на удароводу и флотацию, чтобы обеспечить структурную поддержку данных для пилотируемых полетов. Космический корабль выдержал обширные испытания под разными углами удара. Специально оборудованный реактивный грузовой самолет ВВС совершил полеты по высокой параболе, что позволило астронавтам тренироваться в условиях невесомости в космосе в течение кратких периодов невесомости. Были оценены скафандры, изучены условия сна. Был изготовлен симулятор полета на стационарной базе, и астронавты начали тренироваться в управлении системами, космической навигации и процедурах полета. Системы и подсистемы Аполлоу были протестированы индивидуально перед установкой на космический корабль, затем после завершения. Космический корабль был протестирован со всеми интегрированными системами и запрограммирован на имитацию событий миссии в рамках подготовки к полету. Тщательно упакованный для отправки, космический корабль затем был доставлен по воздуху из Калифорнии в космический центр Кеннеди во Флориде. В 1966 году НАСА выполнило первую стыковку и развертывание конфигурации Аполлоу Сэттерн Ви на объекте космического центра Кеннеди. Проверь аппаратное обеспечение космического корабля Аполлон. Космический корабль с третьей ступенью Сатурна, второй ступенью Сатурна и первой ступенью Сатурна был сложен для испытаний. Возвышающийся на 364 фута в небо Флориды и весящий более 6 миллионов фунтов. Трехмильный полет конфигурации Аполлоу Сэттерн Ви до стартовой площадки подтвердил оперативные процедуры, жизненно важные для запуска лунных миссий в будущем. В 1966 году начались беспилотные полеты Аполлона на модернизированном корабле Сатурн-1. Эти миссии продемонстрировали совместимость и конструктивные характеристики космического корабля и разгонных аппаратов. Определили тепловые характеристики командного модуля, теплозащитного экрана и облаторов во время входа в систему, доказали, что командный модуль подходит для пилотируемого входа с низкой околоземной обиты и предоставили данные от бортовых подсистем для будущих пилотируемых полетов. Эти миссии прошли успешно. Североамериканское подразделение космических и информационных систем авиации по контракту с НАСА поставляет больше оборудования Аполлоу. Астронавты тренируются. Скоро человек выйдет в космос на новом космическом корабле. Ведь программа Аполлон стоит на пороге пилотируемого освоения космоса.